Библейский портал экзегет.ру представляет Книга «Деяния апостолов», перевод Международного библейского общества, 25-я глава, читаю ее для библейского портала «Экзегет». Ну вот у нас с вами, смотрите, Павел в тюрьме, заключение в Кесарии. Кесария — это, собственно говоря, римская столица Палестины, то есть город, где, как правило, находится наместник римский, где гарнизон большой, портовый город, поэтому удобно связываться с Римом. Иерусалим, соответственно, столица религиозная. И вот Павел сидит в Кесарии, меняется наместник, приходит новый наместник, порт Сефест его зовут, а Павел в тюрьме, что там с ним, как новый наместник, наверное, захочет разобраться. Через три дня после прибытия в провинцию Фест отправился из Кесарии в Иерусалим поговорить с вождями иудеев, где первосвященники и иудейские начальники представили ему обвинение против Павла. Два года прошло, а они все помнят, как он смущал их пасту, как он говорил им, что вот надо в Иисуса верить. Они настойчиво просили Феста оказать им милость и перевезти Павла в Иерусалим. Сами же они собирались устроить на пути засаду и убить его. Это уже старое, это уже было, они уже это думали сделать, и, соответственно, вот заново эта им идея пришла в голову. Фест ответил, Павел находится под стражей в Кесарии, сами скоро будут там. Пусть ваши руководители идут со мной и представят обвинение против него, если он сделал что-либо плохое. Фест, очевидно, понимает, что они хотят, грубо говоря, манипулировать, да, и поэтому говорит, нет, это римский гражданин, а Павел уже заявил, что он римский гражданин, он под стражей римского закона, приходите, обвиняйте. Приведя с ними не больше восьми-десяти дней, Фест возвратился в Кесарию, на следующий же день сел в судейское кресло и приказал вести Павла. Ну, разобраться еще до прихода, в чем, собственно, обвиняют. Когда Павел появился, иудеи, которые пришли из Иерусалима, соответственно, вместе с ним, стали обвинять его в многочисленных и серьезных преступлениях, но доказать их они не могли. Павел же, защищаясь, сказал, я ни в чем не повинен, ни против иудейского закона, ни против храма, ни против Кесаря. Фест хотел угодить иудеям, и потому спросил Павла, ну, и избавиться от этого неудобного заключенного, согласен ли ты идти в Иерусалим, чтобы тебя судили там, в моем присутствии, по представленным против себя обвинениям? Ну, и по дороге его там, наверное, убьют, и меньше забот, да? Павел ответил, а Павел настаивает, я, римский гражданин, у него было римское гражданство, которое мало у кого было в те времена, кроме жителей, собственно, города Рима, а империя огромная. Павел ответил, я стою перед судом Кесаревым, и им я и должен быть судим. Он требует официального суда у Кесарева, у римского императора, у римского гражданина была такая привилегия. Вот его нельзя судить, кому попало, и он в любой момент может потребовать судового императора. Это очень долгая и сложная процедура, да? Императору делать больше нечего, как судить всех, кто этого потребовал, но его обязаны отправить в Рим и там поставить в очередь на этот самый суд. Вот нельзя это просто так замотать. Ну, вот как у нас в России есть правило, что если по делу может быть вынесен смертный приговор, суд присяжных. Вот хоть ты что, а суд присяжных должен быть. Павел сказал, я должен быть судим лично римским императором, и хоть ты что, должен его отправить теперь на местник в Рим. Я не сделал иудеям ничего плохого, как ты и сам хорошо знаешь. Если я виновен и заслужил смерть, я готов умереть. Но если обвинения, выдвигаемые иудеями против меня, ложны, то никто не имеет права выдать меня им. Я требую суда Кесарева. То есть фактически он ставит этого самого наместника перед очень сложной ситуацией. Ну, что делать? Фесту больше ничего не остается. Переговорив со своим советом, Фест объявил, раз ты потребовал суда Кесарева, то к Кесареву и отправишься. А ведь Павел хотел отправиться в Рим. Теперь он отправится в Рим за казенный счет, да еще и под охраной. Другое дело, что, наверное, он предпочел бы свободным человеком туда отправиться, а не подсудимым, которого, возможно, даже казнят. Но его задача внедриться вот в эту самую римскую империю, как можно шире, как можно центральнее понести эту весть о Христе, да? Его не сильно беспокоит его личная судьба при этом. Оказывается, быть заключенным, которого должен судить император, это отличный способ оказаться в самом сердце Рима и оказаться надолго и за казенный счет. Так, пойди еще и набери денег туда отправиться и там несколько лет жить. Несколько дней спустя в Кесареве навестить Феста прибыл царь Агриппа с Вереникой Агриппой. Это Ирод Агриппа II, сын того Ирода, о котором мы читали раньше в этой книге. Он уже умер, Ирод Агриппа I. Это вот его, соответственно, сын и наследник, Вереника его царица. Они провели там несколько дней, и Фест заговорил с царем о деле Павла, а Иерусалим, собственно, это территория Агриппы, да? Поэтому они как бы вот в такой сложной взаимодополняемой позиции находятся, да? То есть ни один из них без другого, в принципе, не может решить ничего, касающегося Иерусалима. Римский наместник и местный царь. Здесь есть человека, оставленный в темнице Феликсом. Когда я был в Иерусалиме, иудейские священники и старейшины выдвинули против него обвинение. Они просили осудить его. Я же им сказал, что не в обычаю римлян выдавать человека до того, как ему будет дана возможность встретиться с обвинителями лицом к лицу и защититься. Они пришли со мной сюда, и я сразу на следующий же день сел в судейское кресло и приказал привезти этого человека. Встав вокруг него, они не обвинили ему его ни в одном из преступлений, о которых я предполагал, но у них был спор по вопросам, касающимся их религии, некоего Иисуса, который умер, но о котором Павел заявлял, что он жив. Видно, что Фесту это все абсолютно неинтересно. Я не знал, как мне расследовать это дело, и спросил его, согласен ли он идти в Иерусалим, и там предстоит перед судом. Павел же потребовал рассмотрения его дела императором, а я приказал держать его под стражей, пока они отошли его к кесарю. Ну, понятно, что там не на следующий же день, там целый корабль должен отправиться. А Гриб посказал Фесту, я бы хотел сам послушать этого человека. Завтра же услышишь, ответил Фест. На следующий день Агриппа и Вереника с большой пышностью вошли в зал суда с командирами римских полков и знатными людьми города. Слушайте, какая прекрасная возможность для проповеди. Царь Агриппа сам захотел услышать Павла. Он царь в Иерусалиме, то есть от его позиций зависит невероятно много. А плюс еще тут римские полководцы, знать кесарий, то есть лучшие люди вот этой самой римско-иудейской верхушки. Вот прямо все лучшие люди. И Павел получает прекрасную возможность перед ними говорить, кто бы его стал слушать, если бы не это его заключение. То есть получается, что он использует свое заключение как миссионерский инструмент. Фест сказал, царь Агриппа и все присутствующие, вы видите перед собой человека, на которого все множество иудеев жаловалось мне и в Иерусалиме, и здесь, в Кесарии, крича, что он не должен больше жить. Я же не нахожу в нем никакой вины, за которую бы он был достоин смерти. Но поскольку он потребовал суда императора, я решил отправить его в Рим. Но у меня нет ничего определенного написать императору, и поэтому я вывел его к вам, и особенно к тебе, царь Агриппа, чтобы в результате допроса я знал, что мне написать. Я думаю, что неразумно посылать заключенного, не указав, в чем он обвиняется. А для Павла это возможность произнести еще одну речь, и он ее произнесет, это следующая, 26 глава.